Небольшой дисклеймер, прежде чем вы начнете смотреть это видео, я уже неоднократно отмечал и сталкивался с тем, что наше сообщество разделяется на тех, кто признает стрельбу с уборов и тех, кто не признает эту стрельбу. Но постоянно слышны фразы о том, что вот, станки, сидя, зачем, встань за стола, будь как мужик, стреляй по-мужски, ну, можно по аналогии сравнить это с тем, встань из окопа в полный рост, возьми наган и иди, открой рот на ширину приклада и вперед, либо пулеметчик отстегни свои сошки и стреляй с рук. Я утрирую это сейчас, и кому вообще интересно рассуждение на эту тему, я прошу вас перейти на влоговый канал, ссылочка будет в описании и в подсказке, и посмотрите, я записал видео на эту тему, свои мысли и свое отношение ко всему этому. Сейчас же я хочу свою позицию выразить очень коротко и ясно, я не разделяю на настоящую, ненастоящую стрельбу, то есть считаю, что любая стрельба, она приемлема, она нужна, и спорт есть на короткие дистанции, где можно стрелять без упоров, и есть спорт на дальние дистанции, где без упоров вы стрелять просто не сможете. Муха сука Приветствую вас, уважаемые подписчики, сегодня вообще спонтанный ролик, собирался токаркой заниматься, но что-то не пошло у меня, ничего, плюнул, испортил заготовку и решил заняться чем-нибудь полезным. В видео про классы винтовок я показал свою новую винтовку и, конечно же, у многих возникли вопросы, что это за винтовка, почему я про нее не рассказываю. В принципе, про нее рассказывать нечего, все, что я сейчас с ней сделал, подробнейшим образом описано в моих перипетиях с лакшери винтовкой, то есть все, как я это ложе готовил и что с ним делал. Естественно, я уже знаю, какие трудности у меня будут, и этих трудностей я избежал, поэтому настройка произведена, уже были отстрелы. Винтовка 16G готовится для, в первую очередь, для ЛВ класса БР-25, во вторую очередь для всех остальных дисциплин. Силуэтки, хантинг филтаргет, ну и зимних тировых пострелух, типа кубка Валпо или зимнего кубка атамана, ну туда, там, где мы будем участвовать. Сейчас я решил, ну, сделать, не знаю, сейчас модно эти челленджи делать. Многие там пишут, комментаторы, типа, вот там вы стреляете со своих станков упоров, все это ерунда, специально обученный палец и в таком духе. Я в видео на влоговом канале предлагал отстрелять золотую муху. Если это так просто, то каждый должен это сделать. И ранее золотую муху я уже стрелял со своей винтовки для открытого класса, которая, ну, с этим стволом, по крайней мере, ну, хэвиками. То есть я выбил там 20, 20 или 21 муху, уж точно не помню. Я найду мишень, сейчас ее сюда вставлю, вы увидите. Эта дисциплина стреляется в тире, но так как тиров у многих нет, то нужно отстрелять на открытом воздухе. Для того, чтобы вам дать посыл, скажем так, я должен сам это сделать в первую очередь. Ну, естественно, мне нужно это показать подробно. Поэтому я дважды усложнил себе задачу. Я стрелял на открытом воздухе при ветре от 1,5 до 2,5 метров в секунду возле своей мастерской. И плюс еще целился я через насадку, на которой закреплен смартфон. То есть целился я через смартфон с другой прикладкой. Тем не менее, я хочу пригласить вас на просмотр этого отстрела. Я его не буду монтировать. То есть именно сам отстрел выложен единым файлом. То есть я только обрезал первоначальную пристрелку, потому что на дульнике поставил другой, и СТП немножко изменилось. Я пристрелялся и начал стрелять. Во время первых пяти мишеней ветер очень сильно начал меняться. Потом он равномерным стал. Я стрелял без флагов, но так, как будете стрелять вы. То есть максимум, что я использовал, это БР-упор. Ну, считайте читерствует или нет, но никто не запрещает вам его использовать тоже. БР-пуф 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...